Регулярная обработка контактных поверхностей, очистка вентиляции и строгое соблюдение всех требований Роспотребнадзора – главные условия для работы магазинов в период пандемии коронавируса. Сегодня в одном из крупнейших торговых центров Самары прошел профилактический рейд. В этот раз нарушителей не нашли. По словам управляющих, горожане стали внимательнее относиться к своему здоровью. Мы следуем всем рекомендациям здравоохранения и при этом настоятельно рекомендуем и гостям, и сотрудникам центра полностью соблюдать все необходимые меры, начиная с простых, как применение индивидуальных средств защиты, маски, перчатки там, где это необходимо. Носить маску обязаны не только сотрудники магазинов, но и посетители. Если гости отказываются использовать средства индивидуальной защиты, их не обслуживают. Этому правилу все следуют неукоснительно. Если нарушить существующий запрет и продать товар человеку без маски, можно нарваться на крупный денежный штраф или вовсе остаться без работы на несколько месяцев. Пошел за покупками – одень маску. Захотел что-то получить – одень маску. То есть это сейчас на данный момент норма и образ нашей жизни должен быть. Поэтому мы вот такие вот обследования будем проводить каждую неделю, чтобы все видели, что на самом деле все это работает. После разговора с представителями нескольких торговых точек, ревизоры убедились, что меры, принятые губернатором Дмитрием Азаровым и правительством Самарской области, уже дают положительный эффект. Мы, конечно, клиентами обязательно говорим о том, что без масок мы не обслуживаем. Слава богу, у нас люди уже ко всему этому привыкли и нормально реагируют. Каждые два часа делаем влажную уборку при помощи антисептиков всех поверхностей рабочих. Все наши сотрудники выглядят одинаково в масочках, перчаточках. Собственно, посещение нашего магазина является абсолютно безопасным для любого клиента. У нас происходит измерение температуры сотрудников каждый день. И сотрудники, даже если у них какие-то малейшие признаки ОРВ, они уходят на больничные. Проверки в магазинах Самарской области проходят с 30 марта. За это время нарушителей наказали на 3 с лишним миллиона рублей. К административной ответственности привлекли сотни руководителей магазинов. В Роспотребнадзор направили 21 материал на приостановление деятельности торговых точек. Анатолий Головко, Николай Епифанов. События.